Вы слушаете Радио Болткома Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не Дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Всем доброго дня Начинается программа Добро пожаловаться И ответы на ваши вопросы Вопросы, касающиеся коммунального хозяйства На них отвечают наши уважаемые эксперты Председатель правления Товерничества Центра консультации Собственников квартиры Председатель кооператива ВАК-2 Сергей Сидорко Здравствуйте, доброе утро Доброе утро И эксперт с опытом Организации руководства Частных муниципальных домоуправлений В том числе Рига Снаму Парвалдникс Айвер Гонтарев Здравствуйте, Айвер Доброе утро Да Ну мы, наверное, сейчас Начнем с ответа на вопрос Который Я вот попрошу сейчас Даже включить запись Нашего уважаемого звукорежиссера Поскольку мы Не успели ответить на него В конце нашей прошлой программы Но сам вопрос прозвучал Вот сейчас мы его повторим в эфире После чего уже попросим Экспертов на него ответить Скажите, пожалуйста У меня вопрос Скорее всего Сидорка У меня возникла такая ситуация По отоплению В декабре-январе месяце Обслуживающей компанией Были проведены замеры По температуре В жилом помещении Они делали измерения И указали в акте Только максимальную температуру Которая была в помещении При этом не учитывали Что наружная стена Значительно холоднее Ну, смежной стены Представитель управляющей компании Рекомендовал мне Сделать термографию Независимую Что мною и было сделано Сертифицированным специалистом Была установлена температура Не превышающая 18 градусов На данный момент Я никак не могу Добиться перерасчета Так как температура У меня 17 градусов В зале И 16 14 градусов Ванной, туалета Управляющая компания Кикивает на Правление Правления Валды Что решение О перерасчете Принимает только она А управляющая компания Никакой технической поддержки Как выяснилось Со слов Членоправления Управляющей компании Они не оказывают Могу ли я добиться Перерасчета В своей квартире За два месяца Когда температура У меня не превышала 18 градусов Ну вот собственно говоря Вопрос прозвучал Мы пообщались С уважаемым Радиослушателем Вне эфира Там ситуация такая У него понижение Температуры Произошло из-за того Что Один из соседей Поменял самовольный радиатор И переключил Поток тепла на себя Через два месяца Это устранилось В такой ситуации Я полагаю Что никакого перерасчета Быть не нужно Просто он невозможен Физически Это первое Второе Если вы хотите Что-либо доказывать Но нужно доказывать Не путем измерения А путем Через то Чтобы пригласить Энергоспециалиста Или как мы раньше Называли Энергоаудит Он составит Тепловой баланс Вашей квартиры Выяснит причины Он даст Заключение Сертифицированного Специалиста О причинах И о том Каков тепловой баланс Вашей квартире И вообще Нужен ли Ну Являетесь ли вы Потерпевшей стороной Это первое И только после этого Надо будет доказывать О том Что управляющая компания Либо Соседи Не Преднамеренно Нанесли вам Ущерб тем Что не приняли Тех или иных Действий Или вещей Процесс Очень сложный Поэтому если Говорить О Возможности Перерасчета С моей точки С точки зрения Аэро Меня поправит И вообще Такой Перерасчет Это только Добрая воля Скажем Или дома Или управляющей Компанией Но Фактически Это юридически Оформить Чрезвычайно сложно Боюсь что только Через суд Если будет возможность И будет человек Подавать в суд Ну Вкратце Так На самом деле Нужно принимать Другие решения И поднимать Большую активность На то Чтобы Устранять Технические причины Такого неравномерного Распределения Этого Здесь я вижу Два решения Один Такой Добровольный Один Принувительный Добровольный Если там Сосед Сам признает Из-за которого Вот как Сергей сказал Вне эфира Пообщались И поняли В чем Загвозд Когда Почему Это все Началось Если Он Согласен На 23 Процент Чтобы Перерасчитали Ему Счет Или Сами Там Бытовом Порядке Скажем Так Компенсировать Понимая Ситуацию Да Там Вот Извинитесь Вот Не знал Что Из-за Меня Вот Так Получится Да Вот Ну Вот Сколько У вас Счет Да Вот Давайте Часть Его Компенсирую Вот Таким Образом Да Любым Как Соседи Могут Догреться Если Скорее всего Что-то В ситуации Когда Не могут Догреться Это Только Решение Владельцев Квартир Где Ну Там Должна Быть Четкая Фиксация Проблем Да И Четкая Фиксация Температуры И так Далее Чтобы Это Потом Была Как Доказательная База Да Если До Этих Месяцев Там Перерасчет 23 40 50 60 Евро Да Но Стоит Лето Затеивать Потому Что Действительно Такая Серьезная Доказательная База Раз И Вторая В конце Дня Это Будет Зависеть От Того Проголосует За Это Решение 51 Решение Будет Гласить Вот Из-за Из-за Этого Из-за Самовольного Перестраивания Системы В результате Которые Вот Был Сбит Режим Тепла Из-за Пострадал Тогда Вот Этому Больше Наверное Скорее Всего Можно Решить Но Если Сосед Который Понимает Ситуацию Признает Что Он Действительно Не Подумал О том Что Ставя Себе Другие БТА И Не Подумав Про То Как Это Правильно Делается Он Нарушает Весь Цикл Дома И Из-за Этого Страдают Другие Владельцы Квартир Такая Такая Ситуация Была Очень Много Особо В то Время Когда Я Возвел РМП Очень Много Я Получал Звонков И Информации От жителей Где Что-то Не Работает И Когда Начали Разбираться Что Почему Не Работает Действительно В Процентах 10 Скажем Так Для Моего Понятия Это Много Проблема Была Связана С Каким Самовольством От Других Владельцев Квартир Или Пользов Квартир И Тогда Действительно По возможности Быстрее Разобраться С Причиной Вот Что Может Сделать Дом Прав В Этой Ситуации А Как Добиться Равномерного Распределения Тепла Как Прозвучало Сейчас В ответе Решение Очень Банальное Оно Известно О нем Говорит Вигас Силтунс Я говорил Много Раз И Многие Говорят И Сегодня В нормативах Даже Записано Что Инновация Невозможна Без Этого Этапа Нужно Установить Правильно Во-первых Нужно Рассчитать Радиаторы Отопления Под Существующие Графики Отопления Это Очень Существенный Вопрос Потому Что То Что Было Установлено В советское Время Не годится Для Сегодняшнего Дня Потому Что У нас Поменялись Сами Параметры Теплоносителя Это Первое Второе Необходимо Эти приборы Подключить Правильно С учетом Их Особенностей Того Для чего Они были Спроектированы Третье Установить Приборы Регулирующие Подачи Тепла В каждую Комнату Ну и Очень Желательно Коли же Мы регулируем Поставить Приборы Учета Потребленного Тепла В каждом Помещении Ну а если Мы говорим О стандартных Северных Домах То это Тот Путь Плюс К этому Как Дополнительное Очень Хорошее Весомое Еще Мероприятие Это Установить Балансирующее Оборудование На стои Отопление Вот Все это Вместе Позволяет В конечном Итоге Выровнять Вернее Дать возможность Человеку Подъявлять Столько Тепла Сколько Ему Нужно В конкретной Квартире И платить За то Что Он Подъявил У нас Есть Между тем Звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Консультанты И уважаемые Ведущие Опять Таки По теме Отопления Могу Удостоверить Что Проведенная Балансировка В нашем Доме Дала Положительные Результаты Два Вопроса Первое Насчет Распределителей Тепла И Аллокаторов Первый Вопрос Можно ли Их Ставить Устанавливать На Не только На новые Радиаторы Но и На старые Чугунные И Второй Вопрос Можно ли Их Устанавливать Не на Стопроцентное Количество Квартир Говорят Существуют Какие-то Новейшие Методики Спасибо Я отвечу Так На На все Типы Радиаторов Можно Установить Регуляторы И Аллокаторы Единственное Что Вы можете Столкнуться Если у вас Уже Очень Экзотические Радиаторы То тогда Придется Проводить Дополнительные Исследования Но На самом деле Если вы Говорите О чугунных Радиаторах Да На них Можно И мы Ставим И радиа И аллокаторы И регуляторы Они не очень хороши В нынешней системе Отопления Но Тем не менее Там где люди Желают их сохранить Мы сохраняем Относительно того Можно ли Какое-то Ограниченное количество Квартир Оборудовать Этими Прибора Я не слышал О легальных Под этим Я подразумеваю Тех Системах Которые Были Отвечали Правилам Кабинета Министров 524 То В этом Случае Установка В отдельных Квартирах В небольшом Количестве Квартир Даже В половине Квартир Не даст Необходимого Эффекта Фактически Те Кто Установит Будет Жить За счет Тех Кто Не установит Поэтому Я смогу Скать так Желательно 100% Установка Максимальное Количество Отказников В доме Ну 10% Тогда Эта система Будет работать Объективно В противном Случае Путем Принятия Решений На собрании Если 70% Устанавливают Они примут Решение Дело в том Что правила Кабинета Министров Разрешают Устанавливать Коэффициенты По отношению К тем Кто Не пользуется Этой Системой Значит Основная Часть Примет Невыгодная Для Оставших Совещения Поэтому Для того Чтобы Система Работала Эффективно И объективно Нужно Минимум 90-95% Это Минимум Чтобы Квартира Была Охвачена Этой Системой Телефоны В нашей Студии 67 212 93 9 67 213 93 9 Звонки Принимаются Но Напомню Что Даже Не до Конца Час Потому Также Можно Писать Нам Ватсап Номер Ватсап 2300 6191 2300 6191 Вот Оставались Еще Вопросы Ну Сейчас Примем Сначала Звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе Я вот Только Включился Но Я так понял Что По поводу Отопления Идет Разговор Ну Вообще Любые Коммунальные Вопросы В том числе Отопления Я уже Этот вопрос Поднимал Давным-давно По поводу Отопления Потому что Вот Когда У людей Не работают Краны В отопительных Системах Они Практически В старых Домах Или Отсутствуют Там Напрямую Сделано Или Они Просто Не открываются Не закрываются Если Людям Которым Жарко Они Бы не Окна Открывали А прикрывали Вот эти Свои Краны А угловые Там И там На пятом Этаже Чуть Чуть Теплее Было То И общий Щечек Общий Домовой Меняют В своих Домах Вот сейчас Летом Когда Нет Отопительных Сезона Это Намного Будет Экономнее И меньше За отопление Платить Спасибо Спасибо Я полностью Согласен Кроме Одного Крана Нельзя Обычный Кран Нельзя Ставить На регулировку Он не даст Того эффекта Который Должен Нужно Ставить Все-таки Специальный Регулятор У Который Есть Который Спроектирован И И Используется Для Регулировки Потока Кран Он все-таки Предназначен Открыто Закрыто Промежуточное Положение Крана Не регулирует Поток Так Как Это И Его Эффект Ещё Один Звонок Здравствуйте Доброе Утро Простите Пожалуйста Что Ещё Один Вопрос Задам Скажите Пожалуйста Мы В нашем Доме Поменяли Трубу Подвали Отопление Мы Отбалансировали Эту Систему Но Проблемы Остались На верхних Этажах На них Холодно И Соседи Жалуются Как Мне Можно Решить Была Эта Проблема Действительно Во всех Домах Такая Проблема С Верхними Этажами Или Только У нас Какой у вас Дом Можно Узнать Вы Его Знаете До Военной 6 Этажей Нет Шесть Этажей 52 Года Рождения Первый Дом Построенный Вообще В Риге После войны Надо выяснить Почему У вас На верхних Этажах Нет тепла Я вам Так вот Сразу Взять И сказать Что делать Надо Приглашать Специалистов И понимать Почему Не доходит Тепло Снизу Верх Или у вас Дефекты В самой Системе Или Пережатые Балансировочные Вентили Ты отсюда Не скажешь Или просто Холодный Чердак Нет Утеплили Чердак Вы знаете По телефону Нет Давайте Искать Возможность Обследовать Так сказать Пальцем Не бы ты А как По другому Общаться Нет Ну можно Тогда Каким образом Перезвонить Нашей слушательниц На какой номер На какой номер На этот Просто Сейчас Наберите В гугл И бака 2 Найдете Мою электронную Почту И В полном Ну уже знаю Хорошо Спасибо большое Спасибо вам Спасибо Всего доброго 67212 93 9 67213 93 9 Телефоны Куда можно присылать Ваши вопросы Или Отправлять их На номер Ватсапа 230 6191 Вот буквально Ох Боже мой Тут такой Философский вопрос Если энергетический Кризис будет Как долго он Продлиться И какой выход Из него Наверное Не совсем По адресу Но косвенно Он здесь касается Буквально За час До нашей передачи Мы говорили С руководителем Центра Для трудных Подростков И он Как раз Сказал Что в январе Когда возросли Счета Он говорит Что мы ощутили Что стало больше Подростков В нашем центре Стало больше Обращаться У многих Семей Возникли Проблемы И подростки Стали приходить И просить Помочь Семьям И тоже Ну вот они Ощутили на себе Конечно Сразу Вот эти Увеличения Счетов Не знаю Философский вопрос Отвечать на него Должны политики В моем понимании Кризис будет иметь Возможно Два проявления Первое Физически Не будет отопления Такое возможно Я не рисую сценарий Я просто предполагаю Что такое возможно И второе Цена Цена ниже уже не будет Я не верю Что цена откатится Специально были Запущены Три года назад Другие Механизмы Ценообразования На теплоносители С тем Чтобы поднять Цену Кто же ее будет Сейчас опускать То есть Вопрос Заключается в том Будет ли физическое Отопление И второе Сможем ли мы Его оплатить Ну то есть Если Как быстро Этот вопрос Урегулируется Я не знаю Я не вижу Объективных причин Для того Чтобы что-то Изменилось Утепления Зданий нет Энергоэкономии Нет Снижение потребления Энергии В принципе Не планируется Ну что может Здесь Повлиять Положительный Стар Ну вот На ваш Вот просто Экспертный Взгляд Насколько Может еще Подняться Цена Вот до Ну вот На энергоносители Чтобы уже Просто народ Ахнул И уже Средний Класс Сказал Что простите Но мы уже Не можем Платить Такие деньги Это что-то Сумасшествие Безумие Я могу Сказать Скорее всего Эта планка Уже была В этом В январе Этого года Когда стоимость Тысячи кубов Газа Поднялась За тысячи Пятьсот Тысячи Семсот Долларов За тысячу Кубов Это было Равно Примерно Три Оттвердой Пяти Евро За квадратный Метр Я не думаю Что кто-то Сильно Сможет Выдержать Средний Несредний Класс Сможет Выдержать Такую Стоимость Пришем Учтите Что еще И Вода Будет Стоит Четыре раза Больше Горячая Она сейчас Уже Два Больше Двух Ерро Кубометра Вообще Самой Воды Стоит Да Плюс Еще При таких Ценах Это будет Десять Шестнадцать Ерро Куб Горячей Воды Один Кубометр Горячей Воды Будет Стоит Порядка Двадцати Ерро Кто Сможет Низвать Такую Ну да То есть Ванна Принятие Ванны Станет Какой-то Очень Процедурой Для очень Богатых Людей Я понимаю Там Был еще Один Вопрос Насчет Зарплаты Мы Домоуправление Заботимся Все время Только О зарплате Я хотел Один раз Сказать Вы можете Быть Недовольны Работой Домоуправления Я понимаю Что там Есть масса Объективных Причин И в принципе Домоуправление Работает В стрессовой Ситуации Потому что Мы Работаем В ситуации Когда Фактически Сегодня Мы не можем Превосхищать Аварии Мы только Следуем Этим Аварии И это Надо Понимать Поэтому Недовольство Нашей работы Может быть Там Общение с людьми И работа Работа С людьми При всех Даже Самых Конферкных Работников Имеет Свои Правы Но Когда Мне Говорят Что Мы Заботимся О Зарплате Я Хотел Ответить Это Уважаем Радиослушатель А вы Готовы Работать Бесплатно У меня 47 Рабочих На Каком Из них Вы Готовы Работать Бесплатно Я Тут же Вас Приглашу Дам Вам Даже Рабочее Оснащение Приходите Будете Работать Бесплатно Но Наверное Это Глупость На самом деле Когда Я Говорю О Зарплате Не о том Что Нужно Получать Но Есть Закон О Трудие Для Чтобы Во-первых Есть Закон О Управлении Живым Фондом Мы Должны Обеспечить Определенный Ряд Слуг Которые Оказывают Люди Которых Я Должен Официально Принять На Работу И платить Им Зарплату За счет Ваших Взносов Фактически Мы Здесь Тоже Являемся Посредниками Мы От Вашего Имени Нанимаем Людей На Определенных Условиях Поэтому Относитесь К этому Как Нормальному Процессу Если Вы Готовы Работать Бесплатно Ну Вы Можете Либо На Своем Существующем Рабочем Месте Либо Приходите К нам Мы Возьмемся С удовольствием Будете Работать Не Будет У Меня Заботы Пришел Еще Один Вопрос Тут Ситуация Мы Несколько Раз Обращались К этой Ситуации В Прошлых Программах Но Наверное Все Таки Стоит Повторить Если Владелец Квартиры Умер И Нет Наследников Может Ли Дом Продать Эту Квартиру Деньги Положить На Свой Расчетный Счет Для Ремонта Дома Спрашиваю Если Стоит Вопрос Об Отчуждении Имущества Дом Ничего Не Может Сразу Скажу Ничего Продать Ничего Он Может Купить Вот Общество Копи Или Сообщество Собственников Квартир Может Принять Решение Купить На Аукционе Квартир Для Эта Квартира Должна Дойти На Аукцион Поэтому Если Умирает Человек И у него Не возбуждается Дело О наследстве То есть Определенная Цепочка Банальных Юридических Действий Как Застраховать Дом От потери В связи С тем Что Длительное Или какое-то Время За квартиру За ее Обслуживание За ее Тепло Не платится Это есть И это Можно Этот вопрос Вещается Ну Не проблема Это просто Определенная Последовательность Действия А вот как Относительно Как Да Ну Я могу Сказать как Любое Лицо в Латвии Которое Знает Что Есть Неустановленное Дело Производства А человек Если умер От дела О наследстве Не возбуждается Он может Подать заявление В нотариат О том Что он просит Возбудить Дело О наследстве Это не означает Что он становится Наследником Он просто Сообщает о том Что есть Неустановленное Дело Производства И нотариус Начинает Искать Наследников И По результатам Своих действий Делает вывод Есть Наследники Нет Если нет То Эта квартира Передается Государству Вот и все А государство Уже распоряжается И на моей памяти Такими Передачи Государства Осуществлялась В этом случае Государство Не признает Никаких долгов То есть Долги остаются На доме А государство Принимает Квартиру Ну и как правило То что я видел Она передает Ее просто В самоуправление Жилой фонд А что потом Ее можно реализовать Через аукцию То есть Два варианта Но дом Собственники Квартиры Там Копи Никакого Ее управляющие Никакого отношения К этой квартире Не имеют За исключением Одного Управляющий Если он выявляет Такую ситуацию Должен своевременно Ну произвести Необходимые Юридические действия Чтобы Минимизировать Всяческий ущерб А вот эта Социальная служба Самоуправление Она Получается Вселяет туда Ну какую-нибудь Если вдруг Орендатор Да Орендатор У нас дает В аренду Она Она Размещает Людей Которые Нуждаются Или в социальном Жилье Или вообще В жилье Есть какие-то Очереди На жилье Вот она Туда Размещает Но продажа С аукциона Наверное Более Ну скажем Для дома Выгодный вариант Потому что А какая разница Разница Ну я поясню сразу Вот если например Социальная служба Дает Расселяет людей Ну скажем Сразу Возникает вопрос А эти люди Могут быть Ну Неблагополучная Семья Например Которая Начнет Ну У них Возникнут Проблемы С оплатой Коммунальных платежей Может быть Они окажутся Ну там Не знаю Условно говоря Пьющими Не имеющими Работы Не имеет значения Не имеет значения Вот эти все аргументы Я прошу прощения Что перебиваю Не имеет значения Потому что Эта квартира Находится в собственности Самоуправления И собственник Отвечает за платежи И если В эту квартиру Помещаются люди Которые потом Отказываются Исполнять условия Социального найма Или найма Вообще То Их Самоуправление Убирает А за это Все платежи Само газ Так происходит Так что Здесь единственное Неудобство Что Если вы говорите А социальные элементы Которые будут В какой-то период Времени вести себя Скажем Неподобающим образом Да Такое весть есть Но Понимаете Для нас Люди есть люди Тех Кого поместили Те Если мы Недовольны действиями Арендаторов Которые живут В этой квартире Мы обращаемся К владельцу Кривической думы А как правило Эти вопросы Мещаются Достаточно быстро Ну я к тому что Вы Вы отчасти правы Потому что Такие факты Имели Скажем так В массовом порядке Я бы даже сказал Быть Потому что Те квартиры Которые Нажали государству И самоправлению Государство И самоправление Они считали нужным Не платить Коммунальные услуги За своих арендаторов Они считали Что дом управ Должен сам Разбираться С их арендаторов Которые Они там Поставили В эти квартиры Да И разбирались Которые дальше Сами И отказывались Платить По коммунальным Услугам Да Мы лично Я лично Подписывал Исковые заявления Напротив Несколько Самоправлений В Латвии И выигрывал Все суды Пока Мы не доказались Самоправлениями государства Что вы такие же Сами владельцы Как все остальные И у вас нет Никакой прерогативы По отношению К остальным Доходило Да Вот Смех через слезы Наверное Эту ситуацию Можно назвать Я могу Перепутать Сейчас Ситуация Десять лет обратно В Риге На Валдемар Перенимали дома Самоправление Там было Три дома И Три самоправленческие Квартиры Остались должны За именно тепло Десять тысяч Перенимая дом Рига Силтумс Именно из-за этих Десять тысяч Как рижская Рижская компания Которая принадлежит Городу отчасти Риги Не подключала Мы им показываем По документам По документам Который передал нам Рижская дума И Рига С нам порвал Что ребята Это десять тысяч Это долг города Это город Не заплатил вам Рига Силтумс За тепло Они шантажировали Людей Около полгода В конце концов Пока Сдались И все-таки Признали Свою ошибку Но это Проходило Через пот И кров Чтобы доказать Самоправление Что вы такие же Владельцы квартиры Из этого На данный момент Мы это прошли Через суды Через доказательства И пока Потом вышли На диалог С самоправлением Что давайте Определим Какой-то алгоритм Как мы информируем вас Про то Что ваши Арендаторы Остаются должны Что у вас была Вся оперативная Информация Но ребята В конце дня Вы такие же Владельцы квартир Как все остальные И у вас Те же самые По закону Правила По оплате Коммунальных услуг И то Что вы Туда Перемещаете Социально Каких-то групп Это ваша забота Не наш забот Как дом прав И это точно не забота Всех остальных Владельцев квартир Так что Все вправы Так что Это не должно быть И так Это сейчас На данный момент Уже нет Это мы Исправили в городе Но то Что это была Борьба в 15 лет Это тоже правда Это факт Это конкретные факты Да и вот Это наверное Была самая Выпьющая Ситуация Когда Я уже Пригрозил Тогда в городе 10 лет Обратно Что я Выхожу В масс-медиа Потому что Что сам город Наглый Остается Должен И в наглую Рига Силтумс Из-за этого Шантажирует Всех остальных Владельцев квартир Ну Это была Высшая степень Наверное Наглости Ну Я вот Все клоню К тому Что если Все-таки Квартира Уходит с аукциона То есть Ну Все-таки Надежда Что тогда Это люди Покупают ее Состоятельные И они Более ответственно Будут относиться К собственности Которую они купили Чем Ну Мы всех знаем Что достается бесплатно Не так ценится Ну Я бы не сказал Что Извините Олег Это не факт Потому что На самом деле Чаще всего Квартиры покупаются В квиндит И часто бывает Что человек Покупая с аукционной Квартиру Он берет кредит И переоценивает Свои возможности То есть На самом деле Я бы сказал Так Смена Вот такой Отчуждения Через аукцион Или через Принудительные Действия Это трагедия И Ни к чему Хорошему Она не ведет Как правило Единственное Чего Должны добиваться Домоуправления Это минимизировать Ущерб для дома Целиком А это означает Чем раньше Приняты Юридические действия Тем меньше Возможный риск Потери денег Вот и все Но это трагедия Это Если мы смотрим Развези отдельные Квартиры Это всегда Трагедия 6-7-212-93-9 Телефоны По которым Можно дозваниваться И Номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Тут приходят Сейчас под конец Программы Очень много вопросов Ну в частности По закону О труде Предусмотрена ли Оплата работы Старшего По дому Любая работа Если Общество Признает Ее оплачиваемой Оплачивается Через заключение Трудового сокращения Я бы шел От другого Если вы хотите Оплачивать Работу Старшего По дому То размер Вашего вознаграждения Скорее всего Должно определить Общее собрание Жильцов 51% Голосов Назвать Источник Финансирования Это будет Дополнительное Начисление Или что-то Другое И поручить Управляющему Выплачивать Вам закон Ну оформить Трудовой договор Или договор Предпринимательской Деятельности И так далее То есть Я бы разделил Вопрос так Трудовое Законодательство Определяет Что любая Работа Должна Оплачиваться И Определяет Порядок Каким образом Оформляются Трудовые Отношения И Производится Оплата Налогообложения И так далее А уже Собственники Квартир решают Платить ли До этого Является ли Платная Какая-то Конкретная Работа Или Круг обязанностей Выполнение Круга А есть ли Какая-то Статистика То есть Ну вот Много ли старших По дому Получают За свою работу Оплату Я понимаю Что ведь Это те деньги Которые Жители Владельцы Квартир Платят Ну просто Еще дополнительно Платят Там не знаю 2-3 евро Да Это дополнительная Нагрузка Потому что Есть стоимость Управления Если старший По дому Не является Одновременно И физическим Управляющим То да На него Нужно собирать Дополнительные деньги Через какой путь Там Это путем Повышения Квартплаты Или путем Отдельных Взносов Это другой вопрос Но это Дополнительные деньги Но я к тому Что много ли Таких примеров Есть Ну то есть Это скорее Исключение Из правил Или это Больше Такая Повсеместная Практика Не знаю У меня Такой практики Не было Ничего Не Хорошо Ставшие по дому Были А чтобы Люди Добровольно Соглашались Симплатить Может быть Один случай Ну то есть Это скорее Такое Исключение Из правил То есть Это возможно Это по закону Это возможно И я считаю Что нужно Потому что На человека Возлагаются Определенные Обязанности В него требуется Трата Личного Времени И Определенные Усилия По повышению Квалификации По сбору Информации И так далее Поэтому Это да Это нужно Но Ничего Это не применяется Тут еще Один Ну тут много Вопросов Но тем не менее Если старшие По дому В сговоре С управляющей Компанией И жульничают Куда можно Обращаться И жаловаться Сразу пришло Полицию Сразу Ракурор Полиция В экономическую Полицию Сообщаете О факте Жульничества О факте Сговора Но это же Должны быть Какие-то Наверное Все-таки Доказательства Или просто Олег Здесь есть Вопрос Есть ответ Потому что В полиции Человеку Объясняют Насколько Справедливы Его сомнения Насколько Они доказательны Насколько Их вообще Можно Я не Собираюсь Это комментировать Потому что Не слышал я Об особом Сголове Честно Могу Сказать Но если Человек Спрашивает Куда Обращаться В полицию Это экономическое Преступление Ну что же У нас еще Есть несколько Вопросов Но просто Я смотрю Что время Нашей программы Подошло К концу Чтобы не получилось Как-то скомканно Нам ответить И может быть Так Не до конца Обязательно Мы перенесем Ну давайте Вот последний Из эфира Примем вопрос Здравствуйте Пожалуйста Да Вы в эфире Говорите Алло Да Здравствуйте И тут Называется Быстро Положение Кабинета Министров Номер И так далее А конкретный Вопрос О распределении Вот этого Разницы Потребления Воды По дому Всегда В нашем доме Сейчас Ну не превышает 20% Эта разница Я живу В однокомнатной Квартире Одна А по моей Квартире Значит Если по дому Где-то 15% Превышения То по моей Квартире 20-21% 22% Я задаю Вопрос Значит Почему так Происходит Потому что Я считаю Что пропорционально Если по дому 15% То и по моей Квартире 15% И так далее По другим Квартирам Ну Говорят Нет Таков Закон Положения Кабинета Министров И вы Собранием Можете Этот вопрос Решить По-своему Но В доме 148 Квартир Какое Собрание Можно Собрать Во-первых Тут Нужны И специалисты Понимающие В этом вопросе И Место Проведения Собрания И Организация Так В домоуправлении Есть И Специалисты Собрание Если В домоуправлении Нельзя Собрать То У нас Рядом Школа Можно За счет Средств Дома Снять В аренду На Два Часа Какое-нибудь Там Помещение В школе Вполне Неофициально А Домоуправление Что Делает Разницу Делит На Количество Квартир Никаких Проблем Тут Конечно Больше Нужно Будет Поработать Если Считать По Потреблению В каждой Квартире Так Я Больше Задаю Вопрос Об Организации Работы Домоуправления Почему Они Не Могут Когда Вопросы Повторяются Неоднократно Как я Это Делала Вот Организовать Собрание Ну Раз в Году Собрание По Многим Наболевшим Вопросам Потому Что Сами Жильцы Организоваться В таком Огромном Доме Не Могут Вопрос Понятен Спасибо Большое Единственное Что К сожалению У нас Время Программа Закончилось Я Хочу Сказать Что Мы Ответим На ваш Вопрос В начале Следующей Программы Если Вас Это Не Затруднит Вот В следующий Понедельник Мы Прямо Начнем Потому Что Наши Уважаемые Эксперты Вы Вынуждены Были Отключиться Потому Что У них Тоже Дела У них Уже Начинается Работа Рабочий День Но Мы Ответим На ваш Вопрос Обязательно Сразу Начнем Следующую Программу Именно Соответственно Уточните По поводу Что Домоуправление Должно Включиться В эти Организационные Работы Потому Что Очень Просто Общую Сумму Разницы Собрать На Количество Квартир И Никаких Проблем У дом Управления А Проблем У жильцов Тем более Сейчас Удорожание Всего Будет И я Переплачиваю Значит За тех Которые Больше Потребляют Хорошо Я считаю Да Именно Организации Собраний Пусть Дом Управления Возьмет Тоже На себя Я не говорю Там Каждый Квартал Я кстати Имею Некоторый Опыт Работы В дом Управления И так И делали Но там Был Маленький Дом Там Можно Было Во дворе Собраться А тут И погода У нас Такая Неустойчивая Всегда И специалистов В доме Нет Для этого Мы И заключаем Договор С Дом Управлением Чтобы Дом Управление Занималось Всеми Вопросами Хорошо Спасибо Большое Спасибо Я понял Вопрос Спасибо Большое Мы Следующую Нашу программу Как раз Начнем С подробнейшего Освещения Вот этого Ответа На этот вопрос Напоминаю Что можно Как звонить В нашу программу Так и писать Писать на Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Пишите Даже на протяжении Вот Всей недели Только Сделайте Пометку Добро Пожаловаться Чтобы было Сразу Понятно Что в эту Программу Адресован вопрос Сергей Сидорко И Айвар Гонтарев Сегодня Отвечали На ваши Вопросы Говорим Большое Спасибо Нашим Экспертам Олег Пек Модератором Вот этой Программы Всего Доброго До свидания